Доброе утро, друзья! Продолжается наша программа. 24 июня, среда на календаре. Я думаю, что все обращают внимание по сторонам свое, как все благоухает, как все цветет, трава зеленеет. Собственно, многие травники сейчас занимаются сбором трав. И в этом аспекте мы хотим сейчас серьезно разобраться. Многие из трав, ягод и растений являются полезными и даже целебными зачастую. Существуют специалисты, которые занимаются траволечением или, говоря современным языком, фитотерапией. Ну а мы сегодня гостя пригласили, который разбирается во всех абсолютно медицинских вопросах. Ну, в частности, в этих, это уж точно. Итак, в гостях у нас заведующий кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии Белорусской медицинской академии последипломного образования Александр Геннадьевич Захаренко. Доброе утро! Доброе утро, Александр Геннадьевич! Для начала хотелось бы разобраться и, в первую очередь, зрителям разъяснить. Фитотерапия – это все-таки научно обоснованный метод лечения, либо это вот что-то на основе, наука, созданная на основе, так сказать, опыта наших предков? Фитотерапию признала официальная медицина. На основе растительного сырья создано достаточно большое количество лекарственных средств. Поэтому отвергать и сказать, что это вот какое-то целительство, знахарство – нет. Фитотерапия – это тоже часть клинической медицины, фармакотерапии, которая активно у нас, ну, и пропагандируется в последнее время, учитывая наличие аллергии от химических веществ, от лекарств, созданных на основе синтетического сырья. Поэтому, нет, это раздел медицины. Думаете, активно пропагандируется? Я думаю, да. Потому что раньше наши бабушки действительно не знали, что такое таблетка, и все недуги лечили травками. А сейчас все-таки вот это как-то утеряно, забыто, возможно. Ну, отчасти да, но еще раз подчеркиваю, что где-то, наверное, процентов 30-40 лекарственных растений созданы на основе растительного сырья или компонентом является растительное сырье. Поэтому без травок, как вы говорите, никуда. Ну, вот древние шумеры использовали для своих нужд, для лечебных целей горчицу, сливу и груши. А в китайской медицине имбирь, корица, мандарин и чеснок используются. Я же вот из наших, ну, скажу так, практически белорусских всевозможных средств знаю только подорожник. Ну, собственно... Чистотел, зверовой. Оля знает больше. А что еще есть? Иван-чай. Не знаю, что есть. Очень много. Наша страна прекрасная, красивая, зеленая. Зеленая аптека, можно сказать. И стоит выйти только на луг, в лес куда-то, можно найти массу лекарственных растений. Поэтому, кроме того, что вы назвали тех лекарственных растений, да, у нас есть и чабрец, который и прекрасно пахнет, и чай из чабреца очень вкусный и обладает отхаркивающей активностью, противокошлевой. Ну, вот скоро зацветет липа. Прекрасный запах, тоже липовый цвет, чай из липового цвета. Тоже патагонное действие, отхаркивающее действие, лечебный эффект есть. Сезон ягод уже здесь начинается в ближайшее время. Ну, есть уже земляника, там огромное количество витаминов находится. Александр Геннадьевич, а можно ли сейчас лечиться только травами или все-таки должна быть комплексная терапия? Да, можно. Некоторые заболевания, которые являются хроническими, психосоматическими, как правило, исход таких заболеваний благоприятен. Болеют всю жизнь, но не умирают. Последствий нет в этом случае. Нам про психосоматические очень интересно, Саша. Чтобы нервную систему привести в норму. Вот какие виды растения нам в этом могут помочь? Их достаточное количество. Начиная от той же валерьяны, корневища и корней валерьяна, и посифлора есть, и пустырник, и другие растения, хмель, которые тоже, вот шишки хмеля добавляют, тот же пресловутый волокордин, который известен был, да, но там и химическое вещество есть, а можно и без этого. И спирт там есть еще? Ну, да. То есть, а можно готовить отвар травяной, да, и употреблять. Ну, хорошо, с этим все понятно, но вот самое главное, когда и как правильно собирать травы, потому что многие сейчас, слыша наш разговор, подумают, а действительно, вон у меня там возле забора, или во дворе, или там возле школьного стадиона, у дороги растет нечто подобное, пойду-ка сорву и заварю чаю. Здесь имеются некоторые особенности, например, почки собирают в конце зимы, когда еще листочки не распустились. То есть любые почки, да? Любые почки любых растений. Что касается коры, например, кора дуба вяжущим эффектом обладает, кора крушины, слабительный эффект. Так вот, кора собирается в конце зимы, начало весны тоже эффект, тогда от такой коры будет более значимый. Травы собираются летом обычно, в сухую погоду. Цветки тоже обязательно в сухую погоду собираются. А цветы лучше, когда начинается цветение. Вот только начинается, то есть еще в бутонах даже только начинает раскрываться. Да, вот здесь наибольшее количество активных веществ. Но, например, трава зверобоя, которая очень активно используется у населения, там надо, чтобы все бутоны распустились уже так в середине цветения. Скажите, вот сейчас многие, послушав нас, они подумают, а действительно, может отказаться от всех таблеток, взять, купить какую-нибудь энциклопедию или в интернете осмотреть какие-нибудь ссылки, информацию о травах и лечиться исключительно травами. Вот эти люди правильно будут поступать? Либо есть такие заболевания, которые травами все-таки не лечатся? Ну, травами не лечатся, серьезные инфекционные заболевания. Я не могу представить, как можно травами вылечить менингит, например, или тяжелую пневмонию. Инфаркты миокарда, разумеется, не лечатся, инсульты не лечатся. Я считаю, что и онкологические заболевания не лечатся. Ну, да, я могу представить, что некоторые там лекарственные растения есть, из которых получают вещества, которые обладают противопухолеактивностью. Но все равно вначале надо установить диагноз, посоветоваться с врачом. Острое заболевание, серьезное, жизнеугрожающее, не лечится травами. А потом на этапе разрешения той же пневмонии, почему бы нет, там и чабрец тот же, и душица там, и солодка применяется в качестве отхаркивающего средства. Ну и заболевания, которые, еще раз хочу подчеркнуть, хронические, психосоматические, они успешно лечатся травами. Будем все присматриваться к тому, что дарит нам сама природа, наверное, более пристально после нашего сегодняшнего общения. Спасибо вам огромное. Напомню, в студии «Хорошего настроения» был заведующий кафедрой клинической фармакологии и фармакотерапии Белорусской медицинской академии после дипломного образования Александр Геннадьевич Захаренко. Спасибо, хорошего дня. Спасибо и вам. Крепкого вам здоровья. Спасибо большое. Ну а мы смотрим новости 24 часа.